Ну вот видите, одно событие, один маленький кирпичик, который положил начало огромной трагедии в истории страны. А почему это произошло и кто виноват? Было ли это предательство или недосмотр? Поговорим об этом прямо сейчас. Борислав Береза, народный депутат, подъехал к нам в студию. Вечер добрый. Спасибо, что приехали. Вечер добрый. Скажите, а вот ваши ощущения, что было в Донецке? Сдали администрацию, недосмотрели, растерялись или чей-то злой умысел, российский след? Все гораздо хуже. Дело в том, что если бы тогда люди, которые возглавили страну, не делили бы места на местах, если бы они не устраивали битву за портфели, если бы не было знаменитых квот, а они бы поехали туда, пообщались бы с народом, объяснили, что на самом деле поменялась только власть. Какая власть? Поменялись люди в правительстве. Мы сейчас, кстати, видим, что не особенные поменялись. Так вот, если бы они пошли, провели бы переговоры с людьми, если бы они тогда начали диалог, если бы Донбасс в тот момент не остался без контроля, если бы киевскую милицию привезли тогда, да, действительно, киевскую милицию, подменили ненадежной Донецкой, которую потом, видели, перешла фактически на сторону сепаратистов, Если бы туда приехали изначально люди, которые готовы взять ответственность на себя, то мы бы не потеряли сейчас тысячу патриотов Украины. И патриоты бы Украины жили бы сейчас в Донецке, в Луганске, а не бежали бы оттуда на свободную территорию. Спустя практически год, выяснились подробности того, как реализовывался сценарий по захвату Восточной Украины. Представьте, в российской новой газете опубликовали так называемый план Малафеева. Фамилия эта многим из нас ничего не скажет. Так вот, это российский миллиардер, увлеченный идеями русского мира. Еще когда у власти в Украине был Янукович, он представил в Кремль аналитическую записку, в которой доказывалось, что дни Януковича сочтены, и что Россия, мол, пора переходить к более агрессивной политике. И вот цитата, которую раскопали российские журналисты, опубликовали. Инициировать присоединение восточных областей Украины к России. План Малафеева был расписан пошагово, и вот сегодня, через год, можно увидеть, что и сепаратисты, и Москва совершили многие из этих шагов, тех шагов, о которых говорилось в тех документах, которые сейчас всплыли в прессе. Борислав, а вот этот российский след, след Малафеева, насколько он был серьезен? Или все-таки здесь 50 на 50 российское влияние и беззалабенность киевских властей? Здесь как раз последовательные шаги. Мы понимаем, что российская власть, она как раз специализируется на враждебных действиях относительно Украины. И воспользовавшись тем, что украинская власть в тот момент занималась внутренними вопросами дележа полномочий, полномочий, даже до денег еще тогда не дошло, дележа полномочий, и перспективы, которые они сами себе вырисовывали, а россияне начали реализовывать свой план. Более того, я могу сказать, что если вы вспомните, то изначально на всех основных местах были россияне. Тот же Гиркин, тот же Бородай. Это те люди, которые были отправлены, кстати, люди близкие к тому же Малафееву, это те люди, которые были отправлены реализовывать этот план. Но я могу вам сказать, что как бы ни закончилось, примирение, переговорные процессы, все что угодно, я могу вам гарантировать только одно, что ни одна персона, ни Захарченко, ни Губарев, ни Бородай, ни кто иной из этой мрази никогда не будет баллотироваться в Украине, никогда не будет занимать какие-либо посты. Более того, я уверен, что рано или поздно они отправятся либо в Гаагу, либо, согласно опыту государства Израиль, Украина восстановит паритет в отношениях с преступниками, которые пытались вредить Украине. Ну вот вы знаете, вы на самом деле сейчас дали ответ на очень важный вопрос, который у многих зрителей есть, когда сейчас говорят о минском процессе, когда говорят о том, что надо проводить переговоры, проводить местные выборы, то был вопрос, ну а неужели эти люди будут баллотироваться, неужели эти люди там на довыборах придут в Верховную Раду, что сядут с вами в соседних рядах? Преступники не могут баллотироваться, преступники должны отвечать перед законом. Это убийцы, мародеры, наемники, это кремлевская шелупонь, которую сюда прислали для реализации кремлевских планов. Мы не будем с ними совместно работать, мы будем их наказывать. И вот это, кстати, это задача для Украины на ближайшее время. Вполне возможно, это произойдет небыстро. Но это наказание неизбежно. Вы знаете, просто сейчас, вот год уже прошел, наверное, все-таки стоит разобраться, мы не зря эту тему ей открыли, эфир, все-таки стоит разобраться, а кто мог тогда повлиять на ситуацию. Я напомню зрителям. Вот давайте посмотрим, кто мог принять силовое решение, пока проблему еще можно было решить. Его можно было принять в Киеве. Ну, как должны были поступить? Новые руководители Украины, Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Валентин Наливайченко, Арсен Аваков. Наверное, не только делить власть в Киеве, но и принять волевые решения. В самом Донецке была местная элита, была и растерялась. Мэр Донецка, Александр Лукьянченко, новый губернатор Сергей Тарута, глава областного совета тогдашний Андрей Шишацкий, начальник местной милиции Роман Романов, которого вот только что Семенович вспоминал. Слишком долго они решали, как и главное, где им жить дальше. И в итоге потеряли регион. Ну и на фоне этого хаоса появились, без преувеличения от солдата удачи. Авантюристы. Губарев, Бородай, Пушилин, Стрелков, Фургин. Вот они-то называли себя властью. И их с подачи Малафеева в тот момент поддержала Москва. Дмитрий, я хочу с вами не согласиться. Вы сказали, что они растерялись? Нет, они не растерялись. Они начали играть в свою игру. Они попытались получить преференции и получить как можно больше выгоды в тот момент. Однако не рассчитали свои силы. Я вам больше скажу, что из общения с людьми, которые находились в тот момент в эпицентре событий, я понял самый главный вывод. Что эти люди использовали Донбасс как разменную монету в торговле с Киевом. Они хотели получить определенное княжество в свое управление и не рассчитали свои силы. В итоге из игроков, которыми они тогда были, они сейчас превратились в фигурки на шахматной доске. А вот кто двигает эти фигурки? Но тут много вопросов. Хорошо, но ваш прогноз. Вот что теперь, что дальше, когда эти территории вернутся в состав страны? Это открытый вопрос. Этот вопрос, который надо задавать не мне, а скорее вопрос, который нужно задавать господину президенту и господину премьер-министру, потому что у них должен быть план. Но то, что без сильной экономики, без сильной армии мы не сможем вести равный диалог, это правда. Нам необходимо, необходимо просто восстанавливать Украину. Поймите, люди, которые там, ведь мы сегодня услышали, они сказали правильные слова. Главное, чтобы хлеб был и чтобы не стреляли. Там люди тоже не хотят войны. По крайней мере, те, которые могут адекватно мыслить и те, которые хотят жить в мирном государстве. Подонков не так много. 10-15% одурманенных идиотов? Нет проблем. Это те люди, с которыми мы не будем вести диалог. Но остальные, с остальными надо разговаривать, им надо объяснять, надо рассказывать и надо давать гарантии. То, что сейчас происходит в Луганске, где практически начался голод, а это действительно факт уже, то, что сейчас происходит в Донецке и в Донецкой области, оккупированной российскими захватчиками, это показывает только одно. Но гуманитарная катастрофа там на пороге. И люди будут заинтересованы, в первую очередь, вернуться в Украину, если Украина сможет взять под контроль этот регион. А это можно сделать при двух условиях. Если у нас будет адекватная экономика, если мы сможем обеспечивать и себя, и этот регион, Донбасс всегда был дотационным, надо это помнить. И если у нас будет сильная армия, которая, наконец-то, под грамотным командованием, а не тем, которое мы видим сейчас, сможет уничтожить и разбить врага. Ну, давайте сделаем так. Об экономике мы сегодня весь эфир еще будем говорить. Будем говорить и о курсе доллара, и о том, что происходит с коррупцией. Ну, об армии поговорим прямо сейчас. Вам спасибо огромное, что были в студии. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok